Ульяновская правда Экскурсии по городу они поделились своими впечатлениями от форума. Проблемы, я думаю, у всех примерно одинаковые, но пути решения, они, как правило, отличаются. Поэтому, когда мы обмениваемся опытом и понимаем, как те или иные вопросы или проблемы решаются в разных регионах, в разных средствах массовой информации, это, конечно, обогащает нас. Ваш формат, он более интересен, более такой новый, потому что, все-таки, помимо праздника, людям хочется еще и узнать что-то такое полезное, новое. В этом смысле, мне кажется, наши обсуждения, которые касались и изданий, и журналистики, и журналистского образования, были весьма полезными. Мне было очень интересно послушать коллег, мне было интересно познакомиться с каким-то новым опытом, с новыми людьми. Сергей Дружинин, главный редактор газеты «Марийская правда» из города Ешкар-Ала, в восторге не только от мероприятия, но и от города, в котором он был в первый раз. Меня поразило, что широкие проспекты, очень ухоженный центр, такие дома, сохраненные прямо в 19 веке, даже не с чем сравнить, потому что я много поездил по России, в Нижнем Новгороде был, в Ярославле, но здесь историю хорошо хранят бережно, и такое ощущение, что в 19 веке. Почти сразу после экскурсии гости попали в гостиницу «Хилтон», где состоялся праздничный ужин. Вечер открыл председатель законодательного собрания, секретарь Ульяновского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Анатолий Бакаев. Какая газета может прожить столько лет? Какая? Сегодня, конечно, только газета, которая говорит правду, правду и только правду. Как женщина. Правду, правду и только правду. И только поэтому она вызывает такое уважение, вызывает любовь людей, которые знают ее, помнят. Анатолий Александрович вручил благодарственные письма сотрудникам издательского дома «Ульяновская правда» и коллективу газеты. От лица губернатора Ульяновской области коллектив издательского дома пришел поздравить заместитель губернатора Павел Дегтярь. От имени губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова поздравить вас с этим замечательным юбилеем. И уверен о том, что столетия, как, опять же, сегодня и говорили участники дискуссии, с одной стороны это много, с другой стороны, возможно, это только начало. Фильм о том, как «Ульяновская правда» прошла дорогами правды этим летом, тоже был показан на вечере. Прекрасный проект. Я не понимаю, как мы до такого не додумались, но додумались вы и Ирине Михайловне, и вам, Алексея Владимировича, большой респект за то, что вы это сделали, за то, что вы дали нам какую-то вот эту дорогу, по которой мы вот сейчас еще идем в плане своего какого-то внутреннего продвижения. Потому что, да, нам сто лет, и мы такие все какие-то, в общем-то, уже немножко замшелые, махровые в своих представлениях о жизни, а надо жить чем-то новым, надо показывать себя, надо этого не бояться. Вы не побоялись, вы это сделали, это круто, вы молодцы. Весь вечер звучали теплые слова в адрес сотрудников «Ульяновской правды». Гостей в этот вечер развлекала кавер-группа «Авеню». Всежелающие могли сделать фото на память в стильной фотозоне, изготовленной студией «Мгновение счастья» и творческо-производственной группой «Цех». Ирина Антонова и Даниил Сурков. Новости «Ульяновской правды». Новости «Ульяновской правды».